Сложный матч. Соперник играл низким блоком 5-4-1. Действие очень дисциплинированно, как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы. Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше. Но сделать мы это не смогли. Конечно, бы забитый мяч, он раскрыл бы игру. Так, если говорить в целом, то тяжелое начало сезона. Мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию в следующих матчах. Во втором тайме «Факел» выровнял игру в первом цирку. У Краснодара было преимущество. За счет чего получил? Трудно сказать, но первое впечатление. Возможно, мы стали хуже подбирать мячи. Много было длины, и не всегда мы были хороши на вторых мячах. Возможно, соперник немножко изменил схему, они стали играть два форварда. Но согласен, что в первом тайме полностью контроль был за нами. Во втором дали позволить несколько моментов, которые можно было еще убрать в середине поля. Парат Алигоревич, чем вас удивил «Факел»? Ничем. Мы ожидали, что будет такая игра. «Факел» – это всегда команда с характером. Понимали, что они играли в прошлых матчах. В принципе, это и увидели. Хорошая игра была со стороны «Факела». Практически не дали нам пространство, навязывали борьбу на каждом участке поля. Хорошая физическая готовность. Сложно играть, наверное, будет здесь в любой команде. В составе «Факела» на ведущих полях два воспитанника Краснодара. Следите за ними? Как с той или иной степенью приступности? А кто второй воспитанник? Якимов? Якимов и... Василий Чарова. Чаров. Ну, сегодня один был на поле воспитанник. Да, конечно, следим. И перед матчем рад был их. Я видел только Якимова. Чарова не видел. Но когда в Краснодаре мы играли, с Васей тоже разговаривали. Конечно, я рад их успехам. Рад, что они прошли такой непростой путь и потихоньку дошли до премьер-лиги, где показывают себя с хорошей стороны. Да, мы, конечно, следим за ними. Редактор субтитров А.Семкин